Приветствую, вы на канале Медвежий Барабан. Сегодня в очередной раз хотел бы затронуть тему реплик, причем довольно известного ножа. Кстати, пишите в комментариях, как вы относитесь к репликам. Как я уже говорил ранее, лично я не вижу смысла в дорогостоящих ножах, особенно которые использую для жестких работ. Поэтому отваливать 15 тысяч рублей за нож, а потом хранить его на полочке, уж увольте. Так как пользоваться ножом за такую сумму для меня лично накладно. Но это лично мое имхо. Итак, непосредственно о самом ноже. Нож поставляется вот в такой коробочке. Мелочь, а приятно. По приходу он был весь в заводской смазке. Да, в принципе, все ножи, заказанные из Китая, приходят в смазке. Давайте вкратце по характеристикам, указанные на самом сайте Алиэкспресс. Общая длина данного ножа 246 миллиметров. Длина клинка 96 миллиметров. Длина рукоятия 147 миллиметров. Толщина клинка 3 миллиметра. Отделка лезвия сатин. Твердость стали 58 единиц по шкале роквелла. Клинок сталь N690. Материалы рукояти алюминиевый сплав Т6. А вес данного ножа 139 грамм. Конечно же, всем этим характеристикам всецело доверять не стоит. Но я решил их озвучить, чтобы вы хотя бы представляли и имели понимание, как позиционирует этот нож продавец. Реплика довольно здорового итальянского ножа. Экстрем ратио пантера сатин. Оригинал на секундочку стоит ни много ни мало. Порядка 30 тысяч рублей. Разница, конечно, есть. И она скрывается в материалах. Но не может у реплики быть сталь-бохлер N690. Зачастую на деле оказывается D2. Это, наверное, максимум, что может позволить себе данный нож. В разложенном виде оригинал на 1 миллиметр длиннее. И длина клинка на 2 миллиметра больше. Особенностью, которую бросается в глаза, это система именно открывания. Реплика открывается при помощи флиппера. Вот так. А оригинал открывается при помощи удлиненного хвостовика, который одновременно является системой открывания ножа и системой фиксации его клинка. По-другому фрикцион. Кстати, могу отметить, что коробочка явно заточена под оригинал. Сейчас вам продемонстрирую. Вот так нож здесь располагался. Видите, здесь есть пустота. Коробочка как раз под оригинал заточена. Клинок открывается путем нажатия на удлиненный хвостовик. После чего он доходит до упора, останавливаясь в специальной выемке между накладками, рукояти, либо лайнерами. Спуски прямые, высотой 3 четверти клинка. Рукоять имеет свою, так скажем, фишку под пальцевые выемки на два пальца. То есть вот это. На накладке рукояти красуется надпись Madden Italy. На нижней части рукояти находится отверстие под темляк, которое также выполняет функцию стеклобоя. Давайте поближе вам продемонстрирую. Скажу так, что покупкой более чем доволен. Китайцы сделали все хорошо, качественно. Пока что я не нашел к чему придраться. Флип нормальный, не пушечный, конечно, но механика на этом ноже достойная. Лайнер заходит на начало пяты клинка. Клин по центру. В общем, к механике и сборке ножа претензий вообще нету. Да, забыл, кстати, отметить, что здесь есть два винта. Один осевой, как мы видим, да? Другой, скажем так, страховочный, который не позволяет осевому винту раскрутиться. Вот этот маленький, который радует, что все продумано до мелочей. По цене данная реплика обошлась мне в полторы тысячи рублей. Ссылочку по традиции оставлю в описании к видео и закрепленном комментарии. Там же оставлю ссылки на хорошие проверенные ножи. Понравилось видео такого формата? Да, поддержи меня лайком и подпиской на канал. Но не забывай нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Это будет лучшая благодарность для меня. С вами был Медвежий барабан. Берегите себя и своих близких. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч.